Теперь о спорте. В последние годы Волгоградский футбольный клуб «Ротер» переживает нелегкие времена. Звучало даже заявление РФС о возможном лишении команды профессионального статуса. В связи с этим у фанатов накопилось много вопросов о дальнейшей судьбе любимого клуба. Ответы на самые злободнивные из них прозвучали на встрече руководителей и тренеров «Ротера» с болельщиками. По составу, который мы сейчас заняли почетное 15-е место, дай бог, абсолютно исключило, «Оладьи» поскочило, и мы тут молодцы. Мы по составу должны, мы по честному, кераме во второй лиге. Что-что? Наш состав. У нас хороший состав? Ну он и говорит, что потенциал был большой. С первых минут встречи руководство «Ротера» с болельщиками стало понятно. Разговор предстоит непростой. Времена сейчас для Волгоградского клуба нелегкие. И вопрос о занятом 15-м месте в турнирной таблице лиги кажется каплей в море, по сравнению с тем, что впервые за всю свою историю существования «Ротер» мог потерять профессиональный статус. Необходимо было погасить долг около 50 миллионов рублей. «Ротеру» удалось убедить руководство Российского футбольного союза и получить аттестацию для участия команды во втором дивизионе. «Нам обещало правительство области погасить долги». «Все?» «Да». «А если не погасит?» «У вас есть гарантии в области или это было запятительное обещание?» «По крайней мере, это нам обещано было публично». Напомним, что в конце мая «Ротер» получил лицензию ФНЛ, но было принято решение отказаться от этого турнира и участвовать во втором дивизионе. Это связано с непростой финансовой ситуацией. 40 миллионов рублей – таков, по словам руководства «Ротера», бюджет игрового сезона клуба в этом году. А нужно в несколько раз больше. Только одна игра на выезде в Хабаровске или Владивостоке обходится примерно в 2 миллиона рублей. Плюс арендная плата за стадион, школу футбола. Это не считая зарплат. Но пока, говорят в клубе, донести свою позицию до чиновников не получается. Что касается Татьяны Лебедевой, министра спорта, мы сделали официальное приглашение на эту встречу, но, к сожалению, она уехала в командировку. Никто из представителей нашего учредителя министерства спорта не изъявил желание сегодня прийти сюда. Проблемы с финансированием не могли не отразиться и на составе клуба. Всего за один месяц он менялся аж три раза. Игроки приходили и уходили. Из-за этого провалились и прошедшие недавно сборы. И ушли местные футболисты, местные футболисты, которые сказали, нет уж, вот за такие зарплаты играйте сами. Мы поедем лучше зарабатывать в другой город, в такую же вторую лигу. Команда без задач. Патриотизм нет такого уже слова. И вы говорите, герб, может быть для нас это герб еще что-то значит. Для них сейчас уже не значит ничего, даже для местных футболистов. По словам Олега Веретенникова, сейчас в «Ротере» остались самые преданные игроки. Ионов, Тимощук, Бесланиев, Герасимов, Клюев, Коваленко. На предстоящий сезон заявлено 26 человек. Среди них трое воспитанников, вновь открывшиеся школы «Ротера». Но на каком поле будет играть клуб, ведь центральный стадион выведен из эксплуатации, до сих пор не ясно. На сегодняшний день мы подали заявку, заключили договор со стадионом Логинова. Раз, дальше. Послушайте, дальше. Послушайте, значит, по второй лиге. Ведем переговоры с Олимпией. Объясняю, сейчас вы только послушайте внимательно. Переговоры с Олимпией, потому что мы должны понимать, какая будет арендная плата, какие возможности. Конечно же, мы, наша позиция клуба однозначная. Мы хотим остаться в городе, для того, чтобы наш болельщик был в городе. Это не обсуждается. Но мы очень надеемся на руководство города. Да? Вот на руководство города. Сейчас идет реконструкция «Зенита». После реконструкции, которая по плану должна завершиться к концу сентября, «Зенит» будет вмещать 2500 человек. И руководство «Ротера», и его болельщики надеются, что любимая команда будет играть там. Дмитрий Сероштанов, Андрей Гопчук, телекомпания «Ахтуба».